Откуда финики? Пожалуй, такой вопрос чаще всего сейчас слышат продавцы этих сухофруктов. Актуален он стал и после того, как пользователи соцсети начали массово бойкотировать израильскую продукцию. Какие финики покупать и откуда их к нам привозят, разбиралась Айша Тухаева. Ей слово. Что неизменно будет на столе в месяц Рамадан? Это финики. Они у нас из Иордании, из Ливии, из Саудовской Аравии. Самые популярные, вот этот сорт, финик, мясистые их называют, кто-то их называет тунисскими, кто-то деглет-нор и сукари. Они обработаны сахарной глазурью для красоты. Многие думают, что это какая-то химическая обработка, это всего лишь сахарная глазурь. Бойкот израильским финикам. Вы наверняка получали вирусную рассылку в соцсетях. Фотоэтикеток прилагается. Наша съемочная группа решила проверить, есть ли израильские финики на дагестанских прилавках. Остановка номер один, оптовые склады. И вот они, королевские финики. Страна-производитель Израиль. Продавцы объясняют, это остатки. Последняя партия куплена еще задолго до начала войны с Палестиной. Из бюджетных в основном самые ходовые финики получаются заходы и алжирские финики. Вот эти королевские? Королевские, эти у нас израильские, это остаток. Мы даже хотели эти фуру возвращать им, они не взяли обратно. Это же немалые деньги, поэтому. До 7 октября, да. Мы их покупали просто... Много купили? Да, фуру целую. Целую фуру. И что она получается сейчас дает? Ну, кто-то берет, кто-то нет. Ну, мы объясняем клиенту такой момент. Не повезло тем, кто до 7 октября закупил королевские финики. Именно этот сорт попадал к нам из Израиля. На прилавках, говорят предприниматели, только то, что находилось в обороте. Сейчас же все сорта сухофрукта привозят из Египта, Ирана, Саудовской Аравии и других стран, отмечают экспортеры. Мы работаем в общем в 15 странах мира. Это в основном Ближний Восток, страны СНГ. Финики в основном завозятся из стран Ближнего Востока и Севера Африки. В основном они приходят из Ирана, Алжира. То, что приходят из Израиля, вот в последнее время очень много есть там информации. На самом деле я пытался изучить этот момент. И те, с кем я работаю, они как бы с Израилем не работают. То есть и согласно федеральной таможенной службе, по их статистике, за последний год в Дагестан именно израильские финики не ввозились. Мы также связались и с руководителем объединения автомобильных перевозчиков, который также опроверг информацию о ввозе товара из Израиля. Израильские финики, да, возят ли к нам дагестанские поставщики? Нет, короткий ответ нет. Категорически не ввозят. Не ввозят. Тем более, тем более, тем более, знаю положение сегодня. Вообще и раньше не ввозили, и тем более, это же недавно началось, как говорится, пусть Аллаха разрулить. Но нету, как говорится, нет, ответ нет, не ввозят. Поэтому я вам одно скажу. В основном работают сообщения через Иран. Иранцы, даже если почувствуют, что какой-то даже запах этой продукции есть, категорически они сами не позволят, их какой-то порт или какой-то территория Ирана была. Во-вторых, мы сами тоже, мы сами видели, что происходит там везде. Мы сами тоже очень, очень тоже противники этих, как говорится, чтобы их бизнес развивался. Во-первых, во-вторых, закон не позволяет. И само по себе закон этого, как Ирана не позволяет, сертификат производителя они не видят. По нашей информации, в результате бойкота спрос на израильские финики действительно упал. Какие вам финики нравятся? Так, мне нравится, например, сорт сукари. Берете, да? Да, их берем. Потом на веточке бывает. Это вот эти? Да. А смотрите вы страна-производитель, какая вы тут? Да, конечно, конечно. Алжир возьмете, да? Алжир возьмем, да. Саудия? Саудия. Берете? Да, да, да. А какие не берете? Ну, не берем вот эти израильские. Ага. Берем, там королевские. Ну да, они в основном королевские бывают. А почему? Почему не берете? Ну, поддерживаем братья-мусульманы. Вы знаете, я обычно иранские покупаю и стараюсь брать аджу. Я всегда смотрел, откуда израильские финики я никогда не покупал. Не помню в жизни такое. А какие в целом финики берете? Сейчас за хеди, по-моему, сорт светлый, такие золотистые. Египетские королевские финики значительно дороже. Но оптовики в этом вопросе о выгоде не думают. Везут из любых других стран, только не из Израиля. Альтернатива есть. Например, Саудовская Аравия, Иран, где выращивают точно такие же сорта. Израильские финики к вам попадают? Были. С прошлого года были, сейчас уже не завозят. Вы не завозят? Ну, у них именно королевские финики продавались. В больших объемах продавались на Рамадан. Сейчас уже не завозят. Сейчас уже не завозят. Вообще видели, чтобы продавались здесь израильские? Нет, не видел. И даже клиенты, которые покупают в супермаркете, у них даже бывают просьбы, чтобы другие королевские отправляли, помимо израильских. И, в принципе, тут их нет? Нет, здесь нет. Именно израильского товара здесь ничего нет абсолютно. У соседей, у ваших коллег, оптовых тоже продавцов есть? Даже не знаю. Может быть, единица. Но в основном, я знаю, все прекратили то, что израильские. Остановка номер два – продуктовый рынок. Израильских фиников не найдено. Розничные торговцы не закупают израильский товар. А откуда у вас королевские финики? Африка. ЮАР, да? Да, ЮАР. А скажите, израильские финики на рынке продаются? Нет, нет, мы не покупаем уже давно. Уже давно не покупают? Да, и завозы не привозят наши поставщики. Ваши финики из какой страны? Это Иран, там дальше Тунис и Алжир. Ну вот у вас в магазине из этих стран финики? Да, да. Из Израиля есть финики? В данный момент нет уже, давно нет. Были, раньше продавали, но сейчас нет. Где продаются израильские финики и как они к нам попадают? Исследовав эту тему, мы определили, что в этот месяц Рамадан мусульмане могут выдохнуть, спокойно поститься и не искать среди этикеток страну Израиль. Товар из Израиля давно не закупается. Но если даже в продаже и есть продукция, это то, что закуплено задолго до конфликта и находилось в обороте. С одной стороны, солидарность с мусульманами всего мира. С другой, очевиден искусственно поднятый ажиотаж вокруг финикового вопроса. Остается надеяться на благоразумие соотечественников. Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала.